Юные музыканты впервые станут полноправными участниками международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Вместе с военными оркестрами они выступят с водным коллективом на площадях и пройдут в марш-параде с отдельной музыкальной композицией. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в фестивале примут участие только российские военные оркестры. Репортаж Анастасии Привецкой. Сводный детский оркестр репетирует произведение композитора Юрия Чичкова «Детство». Именно это произведение коллектив исполнит на девятом фестивале «Амурские волны» как полноправный участник. Наряду с военными маленькие музыканты из Хабаровска, Комсомольска, Ульского района, Еврейской автономной области и Приморского края выступят на площадях и пройдут в дефиле по главной улице Краевого центра. Это непросто, потому что это, во-первых, устрой и все коллективы вместе собрать. Я думаю, это тоже непросто. Но все-таки это опыт, так что я думаю, что хорошо будет все. Проект «Амурские волны. Дети» проходит в Хабаровске с 2018 года. Обычно это было дополнительной частью большого военно-музыкального фестиваля. Детские оркестры проходили прослушивания, мастер-классы, а затем выступали вместе с опытными музыкантами. Они выходили на главных представлениях и вместе с военными музыкантами звучали, играли два произведения. Ну, как бы подыгрывали. Собственного звучания самостоятельного не было. Я, смотрите, как раз делаю, и надо так, хоп, инструмент. Но не повредить ни губы, ничего так. Сейчас сводный коллектив из десяти детских оркестров оттачивает движения с инструментами и учится маршировать. Эти приемы дети должны выполнять четко, синхронно, не хуже военных. Руководит коллективом Сергей Кузнецов, преподаватель Краевого колледжа искусств. По его словам, самое сложное – это ансамблевая слаженность. Из-за того, что дети разного возраста и уровня подготовки, пока с этим возникают трудности. Это и темп, это и ритм, это и динамические оттенки, и штрихи. То есть вся музыкальная фразировка должна присутствовать. На это я буду обращать внимание как дирижер. У детского оркестра ожидается как сольный выход, так и совместное исполнение с военными музыкантами. Фестиваль «Амурские волны» в Хабаровске пройдет с 24 мая по 1 июня. Анастасия Привецкая, Павел Легалин, телеканал «Губерния».